Все кредиты, которые вам предлагают, неважно банки, кредитные союзы, черные кредиторы, которых тоже, к великому сожалению, полным-полно после 2008 года кризиса, их появилось в нашей стране много и, наверное, это какая-то объективность, которая нам дана. Так вот, все кредиты делятся на хорошие и плохие. Да, представьте себе, как яд, который можно использовать в качестве яда и отравить человека, так и яд, который можно использовать в качестве лечкарства для того, чтобы человека спасти, вылечить. Вроде бы банально, да, хорошие и плохие слова кредиты, как оно применимо? Так вот, плохой кредит, это вот этот вот спонтанный кредит, о котором говорили сегодня и показывали уже по телевизору, кредит, когда вас вынуждают купить себе новый телефон, себе новую машину, в ипотеку купить квартиру, поехать отдыхать в кредит или прочие другие какие-то, сделать блага, которые, по сути дела, позволяют вам, вынуждены вы потом, за это рассчитываться, за этот пассив, который вам ничего, кроме удовольствия, не принес. И актив, то есть это хороший кредит, когда вы покупаете средства производства, когда вы на кредитные деньги покупаете себе оборудование, станок, технику, которую вы не могли по-другому никак купить, и вы начинаете работать, вы образуете добавленную стоимость, вы платите налоги, и тогда у вас складывается система погашения кредиторской задолженности, неважно перед кем. Вот из вот этого баланса хороших и плохих кредитов и складывается финансовая мощность и вашей отдельно, и вашего предприятия, вашей семьи и страны в целом. Просто надо здраво здесь балансировать.